Итак, всем привет! И мы начинаем изучение языка C++. Для начала давайте поговорим вообще о том, зачем нам учить этот язык. Казалось бы, что в принципе можно выбрать какой-то один язык и всегда его учить. Но это не совсем так, потому что чаще всего в вашей профессии придется менять языки программирования, либо перестраиваться из проекта в проект, либо сталкиваться с тем, что в проекте есть другие языки программирования, и нужно тоже что-то с ними делать. Также это поможет вам понять более обширные концепции программирования, либо поможет вам делать те вещи, которые делаются с помощью только языка C++. Окей, давайте также скажем, что неважно какой язык вы начнете учить, главное его доучить, понять основные концепции, и потом вы легко сможете переключаться на любой другой язык. Окей, давайте поговорим об актуальности C++, то есть действительно ли много вакансий о нем, почему, скажем, он до сих пор популярен, если он выпущен давно, и есть уже более, скажем так, продвинутые языки программирования, более удобные, более высокоуровневые. Давайте обо всем этом поговорим. Итак, давайте перейдем, например, на сайт поиска вакансий, например, по США. Здесь также много удаленной работы, поэтому вакансии плюс-минус похожи, то есть не факт, что они будут только в США. И давайте, например, посмотрим вакансии на Java. Еще стоит сказать, что по одной вакансии могут нанимать как 10 специалистов, так и 100, то есть это не совсем точное число вакансий, плюс есть конкуренция. То есть, например, на одну вакансию 40 человек претендует в одном языке программирования, в другом 10 человек. То есть, по сути дела, неважно количество вакансий. Мы здесь просто смотрим, насколько актуально, насколько много работы, скажем так, на разных языках программирования. И, казалось бы, например, на Java 24 тысячи вакансий. Давайте посмотрим на Unity, например. Здесь 2 тысячи вакансий. Не знаю, давайте на JavaScript. Здесь 16 тысяч вакансий. Понятно, что если мы будем более специфические вещи смотреть, то, скажем, их вакансий может быть больше, потому что JavaScript могут написать просто React, например, или Angular и так далее. Но давайте, например, посмотрим на C++. И мы увидим аж 92 тысячи вакансий. Казалось бы, есть такие популярные опросники, как индексы. И оба, в которых рассказывается о популярности языках программирования. Но это не совсем так. Так, я считаю, что нужно смотреть на количество, скажем так, работы на данных языках программирования, востребованности, ну и напрямую количество вакансий. Они более подробно отражают суть вещей. А такие индексы, как Teobo, они вообще ни на чем не основаны, просто основаны на каких-то анализах упоминания в интернете языкового программирования и так далее и тому подобное. Это не значит, что, скажем так, бизнесу нужен этот язык программирования в таком количестве. Вот. И мы видим, что на C++ очень много вакансий, но идея даже не в этом. Идея в том, что C++ до сих пор очень востребован. За все время, когда он был выпущен и за все время, когда были выпущены до него другие программы на языках C или Assembler, они все были переписаны более-менее. Ну, не все, конечно. Я имею в виду, что часть была переписана на C из Assembler, часть на C++, потом из языка C часть была переписана на C++, ну и так далее. Вот. То есть программ в мире на C++ существует много. Переписывать их с нуля вряд ли кто-то будет, потому что, ну, как бы дешевле поддерживать и дальше программу, и чем переписывать с нуля, потому что это трудозатратно, это очень много денег. И вопрос зачем, что они выиграют. Может более удобный синтаксис, там, не знаю, на 10 строчек меньше кода писать, но в итоге они могут, например, проиграть в производительности или, не знаю, в общем, просто так никто ничего не переписывает. Поэтому существует очень много, скажем, старых программ, написанных на старых языках программирования. Вот. Ну и тем более C++ будет жить очень-очень долго. Также хочется сказать, что выход новых версий языка C++, например, ну, как и других языков программирования, они добавляют новый функционал. Поэтому C++ становится более похожим на более современные языки программирования, ну, и другие языки программирования тоже постепенно эволюционируют. Поэтому C++, который был в 80-х годах, уже не такой, как, например, в 23-м. Окей. Это мы посмотрели на актуальность и так далее. Давайте посмотрим, что нам нужно для того, чтобы начать разрабатывать на C++. И самый простой способ – это скачать IDE Visual Studio. Нам достаточно скачать комьюнити-версию. Вот. Что такое IDE? Это умный блокнот, грубо говоря, в котором есть разные программы для подсветки синтаксиса, проверки ошибок, автодополнения и так далее. Вот. Можно, конечно, поставить AI-шку, типа Капилота с чат GPT-4. А вот. И он будет вам писать код намного быстрее. Но для начала нам нужно вообще понять, что нам писать, чтобы потом такое читать, исправлять ошибки, либо заменять. Ну, это такое. Окей. Вообще, правильный путь изучения программирования – это понять, как все устроено. Компьютер понимает только единицы и нули. Он умеет складывать числа. Он умеет складывать дробные числа. Вот. И все. В принципе, он больше ничего не умеет. Сложение чисел приводит к каким-то результатам. Например, не знаю, включение диска, выключение диска, включение монитора, выключение, считывание какой-то ячейки памяти, сложение этой ячейки памяти, считывание результата. В общем, сам процессор умеет только работать с нулями и единицами. И если бы программисты писали программы на нулях и единицах, как раньше, это занимало бы очень много времени. Вот. Поэтому были разработаны более другие способы написания программ. Один из них – это, скажем так, интерпретатор-ассемблер. Часто его называют языком ассемблера. Он помогает писать на более человека читаемом языке. Вот. В принципе, делая то же самое, что и написание единицы нулей, но можно записывать более короткие команды, которые будут потом транслироваться в эти единицы нули. То есть правильное начинание изучения языкового программирования, оно подразумевает в том, что вы должны понять, как работает компьютер, как работает язык ассемблера. Вот. После этого нужно изучение продолжать на языке C, потом C++, и только потом вы можете изучать другие языки программирования. Это, скажем, правильный путь. Вот. Окей. То есть, чем больше вы знаете о том, как все устроено, тем лучше вы сможете понять дальше основные концепции тех или иных языков программирования. вот, например, код на языке ассемблер. Здесь есть обычные такие команды, как move, add, push, то есть работа с регистрами процессора. Вот. И мы там перемещаем с одной ячейки в другую, меняем значение и так далее. Вот. Что хочется еще сказать. А зачем вообще это делается? Для того, чтобы ускорить, например, работу программы. Ну, зачем вообще процессоры и регистры? Чем ближе, скажем так, к процессору память какая-то, тем быстрее она будет выполняться. То есть, регистры в процессоре позволяют сохранять какие-то значения и очень быстро с ними работать. Далее есть кэш процессоров, которые тоже можно сохранять, но больше информации. И с ним можно немного медленнее работать. Потом есть оперативная память, которая позволяет тоже больше, намного сохранять информации, чем в кэше процессора, но придется дольше с ней работать. Ну, и потом уже есть всякие SSD диски, жесткие диски и так далее. Вот. Надеюсь, эта концепция понятна. Ну, и здесь, например, в ассемблере мы оперируем перемещениями в регистры процессора. То есть, говорим, что куда поместить. Ну, и обычно можно обращаться и к другим массивам данных. Но, например, в таких языках, как C, C++ и далее, нам уже не нужно заботиться о том, чтобы помещать что-то в регистры процессора. Об этом уже заботится сам компилятор. Вот. Также хочется поговорить о том, вообще, что такое компьютер с точки зрения архитектуры и с точки зрения программ. Что такое программа? Вот. Компьютер, он помогает нам решать какие-то задачи. Но, если бы компьютер умел решать только одну задачу, например, как калькулятор, то это был бы калькулятор. В чем разница между калькулятором и компьютером? В том, что на компьютер мы можем установить абсолютно любую программу и заранее мы даже можем не знать, какая там будет программа. То есть, он готов считывать новую программу. Вот. А калькулятор умеет делать только одно, умеет складывать, вычитать, делить и умножать и так далее. Вот. В принципе, мы можем создать, например, плату, которая будет только суммировать, умножать, делить и вычитать. То есть, грубо говоря, в компьютер поставить плату, которая будет отвечать за калькулятор. И она будет работать намного быстрее, потому что мы сделаем так, чтобы процессор мог сразу с нее там считывать данные и так далее. Кэш можем увеличить. Ну, в общем, заранее придумать такую планку, которая бы помогла нам решать наши задачи быстро. Мы можем даже взять и придумать процессор, который поможет нам решать наши задачи на определенном языке программирования. Такое хотели раньше, кстати, сделать для языка Java, то есть сделать процессор, который умеет быстро считывать команды Java. Вот. Но, по-моему, мы его так и не сделали. И почему? Потому что нам чаще всего нужно более широкий спектр решения задач. Вот. То есть, в чем основная идея, например, которая описана в этой книге, и мне она понравилась, это то, что программа может быть представлена в виде железки. То есть, мы можем запрограммировать определенные действия, поставить, например, в компьютер, и она будет решать наши задачи быстро и так, как мы хотим. Но почему существуют программисты? Потому что чаще всего программа должна меняться, меняться со временем. А программа может быть, скажем, программ может быть много. А программы нужно постоянно, скажем, менять. То есть, нет как бы одинаковых программ, которые бы всем подошли. Вот. Вот основная идея. И надеюсь, вы ее тоже уловили. Мы жертвуем, например, какими-то вещами, производительностью или еще чем-то. Вот. И можем писать программы, которые будут по-разному выполняться. То есть, сегодня это одна программа, завтра мы ее дописали, это уже другая программа. Поэтому нам ее невыгодно делать в виде железки. Но она может быть представлена в виде железки. Вот основная информация, которую я хотел передать. Окей. Ну и давайте зайдем в Visual Studio. В принципе, чтобы установить все, что нам нужно для C++, когда вы скачаете Visual Studio Community, вам предложится такое окошко, в котором можно указать, что вы хотите поставить. То есть, языковый пакет можно поменять на английский, выбрать расположение установки, куда вы хотите поставить. Ну и выбрать, например, разработку классических приложений на C++, поставить галочку и нажать установить. После этого вы запускаете студию и можете создать, например, новый проект. В принципе, здесь можно выбрать язык программирования, который вы установили. Нажать, например, посмотреть, что здесь C++, консоль аппликейшн, например, вот, и нажать Next. Вот. Что такое консоль аппликейшн? В принципе, компьютеры умеют работать с командной строкой, и раньше все через нее работали. Она может запускать программы, ввести потоки данных, например, с текстового файла куда-то еще. То есть, мы можем, в принципе, делать то же самое, что мы делаем мышкой на компьютере с помощью консоли. Это просто набор команд, набор команд, которые уже заложены в операционную систему. Мы можем, зная эти команды, тоже писать свои программы. То есть, мы можем просто вызывать команды, которые есть в операционной системе. Например, создать папку, удалить папку, поместить данные, вывести что-то на экран. Вот, например, консоль-аппликейшн заранее предусматривает, что там есть набор, скажем, удобных вещей, с которыми мы можем работать. То есть, уже заранее есть окно, которое может выводиться. Ну, давайте посмотрим по мере практики, которая у нас будет. Итак, давайте создаем консоль-аппликейшн. Мы видим, что используется из XC++ только для платформы Windows и тип приложения консоль. Например, здесь мы видим, что есть платформа Windows, Linux, здесь Desktop, консоль и это Library. В общем, полезная информация. Окей, нажимаем Next, называем наше приложение, как-то располагаем его, куда мы хотим, и нажимаем Create, после чего у вас создается примерно такое приложение. Окей, давайте сразу перейдем к практике и потом будем рассуждать конкретные нюансы. Например, вот эти две линии это комментарии. Комментарии это то, что просто говорит, что в нашем коде есть и оно не выполняется. То есть, в принципе, мы можем их удалить и нам они пока не нужны. Давайте удалим, чтобы они не мешали. Вот. Вот эти желтые линии означают, что программа не сохранена. Также вот эта звездочка говорит о том же, что программа не сохранена. Давайте нажмем Ctrl S и у нас все стало зеленым. Окей, теперь наша программа сохранена и мы можем, например, ее выполнить. Давайте нажмем на Play. Она скомпилируется и запустится. Дальше мы поговорим о том, что такое компиляция, как что делать. В общем, сейчас пока давайте смотреть, что у нас есть. Итак, у нас вывелась на консоль информация Hello World и какая-то Абракадабра. После этого информация определенная и Windows говорит, чтобы мы нажали какую-то клавишу. После нажатия у нас закроется консоль. Вот. Почему у нас Абракадабра? Потому что нам нужно сказать, чтобы компилятор установил нам локаль. После этого мы можем запустить. При этом у нас автоматически сохранится наш код, применится и дальше мы можем посмотреть, что получилось. Получилось, что мы установили определенную локаль и теперь мы можем правильно читать текст. Ок. Дальше мы уже конкретно рассмотрим, что значит данная команда. Пока что у нас была цель рассмотреть просто о том об актуальности C++ и вообще что такое программирование. Вот. И призываю вас не бояться пробовать, если вы пока новичок в этой сфере. А если вы более опытный, то я думаю будет интересно узнать более конкретные детали и нюансы. Ок. Надеюсь, всем было интересно и полезно и всем пока. пока.